Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну просто вопиющая ситуация. Я считаю, что ни один человек, здравомыслящий, не останется равнодушным к этому. Великолепная советская российская актриса Лидия Доротенко. Она снялась в более чем 100, друзья, фильмах и сериалах. В более чем 100. Самым известным является Полосатый рейс, Брат, Улицы разбитых фонарей. То есть не только в советских фильмах, но и в современных фильмах она снималась. А все дело в том, что, как сообщают СМИ, сын и внук избили и выгнали ее из дома. Ей 89 лет, ночует в подъезде. Вот что пишут. Накануне артистка подверглась насилию со стороны своих самых близких людей. Так сообщают СМИ. Несмотря на возраст и хронические заболевания, Лидия Доротенко вынуждена была провести минувшую ночь вне дома. За свою долгую карьеру советская российская актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Значит, скорее всего, она даже предположить не могла, что когда-нибудь ее будут обижать самые любимые мужчины. Как выяснилось, сын и внук регулярно издеваются над беспомощной женщиной, ведь совсем скоро ей исполнится уже 90 друзья лет. Минувшую ночь Лидия Ивановна провела в подъезде. Перед тем, как выгнать несчастную из квартиры, родственники сильно ее избили, сообщает РЕН-ТВ. Ссылка идет на РЕН-ТВ. На протяжении нескольких лет Лидию Доротенко пытаются выжить из собственного жилья сын и внук. Вы знаете, это самое ужасное. Это вот самое ужасное, когда человек в возрасте, и он уже не может, что называется, себя постоять, и он подвергается вот таким вот гонениям со стороны тех, кого он воспитывал. Это просто ужас какой-то. Если это правда то, что сообщают СМИ, это просто ужасно абсолютно. И я считаю, что союз кинематографистов, учитывая заслуги этой женщины, так сказать, должен вступиться за нее, предоставить ей соответствующего специалиста, юриста и так далее. У нас есть альтруист-юрист Добровинский, который, так сказать, бесплатно готов всех защищать. Значит, поэтому, может быть, он подключится. Значит, мужчинам не дает покоя пресловутая квартира на Московском проспекте, в которой, собственно, проживает пенсионерка. По словам охранника дома, звезда Ленфильма регулярно сталкивается с побоями и оскорблениями. Да и соседи неоднократно слышали, что за дверью квартиры раздаются крики и ругань. Сын и внук выгоняют Людью Ивановну из дома уже не первый раз. Но, несмотря на обиду и унижение, артистка продолжает терпеть нападки и упорно отказывается заявлять на деспотов в полицию. Отрицательное отношение, почему? Потому что советская школа, советское воспитание, понимаете, даже при таком поведении, вот такая вот любовь и так далее, родные люди, как можно заявить в полицию, это просто ужас абсолютный, просто ужас абсолютный. Значит, она говорила, что были случаи, рассказал местный охранник, когда ее выгоняли из квартиры. Я ей говорю, иди ты к участковым, пиши заявление. Она говорит, жалко, жалко, жалко. Ну вот я об этом и говорю, это рассказывает местный охранник. Жалко, жалко, жалко. Ну вот жалко, жалко, не жалко, это просто невыносимо, это ужасно. Значит, в 1968 году Доротенко вместе с мужем решили усыновить ребенка, которого назвали Ярославом. Это уже огромный подвиг, усыновить ребенка, я считаю. Я с безмерным уважением отношусь к каждому, к каждому человеку, к каждой семье, которая решила усыновить ребенка, взять ребенка. Это люди с огромным сердцем. Увы, повзрослев, прием уж перестал воспринимать маму в качестве авторитета. Это бывает часто, потому что дети, что называется, с психотравмами, понимаете, то есть детские травмы дают о себе знать, и ребенок в таком маленьком возрасте может быть просто замечательным. А вот потом проходит время и возникают проблемы, порой достаточно серьезные. Совершенно недавно кто-то у нас из шоу-бизнеса даже было заявлено, что взял ребенка и были вынуждены вернуть ребенка обратно, потому что совершенно не сложилось, и это был минус и для людей, и для ребенка. Значит, со временем у него появился собственный сын Андрей, на пару с которым он теперь регулярно обижает пожилую женщину. А оба не раз на меня поднимали руку. Не вырастила я настоящих мужчин, моя вина, каюсь. То есть, понимаете, советское воспитание, человек еще себя корит, что я вот не вырастила настоящих мужчин. Понимаете, в чем дело? Значит, вспоминаю сейчас часто слова мамы. Лида, нельзя брать детей из дома малютки. Значит, кто свою кровиночку оставит? Только алкоголики. Но я ее не послушала. Добрая была, отзывчивая. А видите, как все вышло. Я еще три года назад на тот свет должна была уйти, после того, как избил меня внучок. Друзья, без слез невозможно слушать это. Это как такое может быть вообще? Я считаю, что необходимо, чтобы действительно союз кинематографистов, там кто у нас? Никита Михалков, по-моему, главный. Человек снялся в более ста фильмах. Полосатый рейс, знаменитый, знаменитый фильм. Да и современные фильмы. И брат, и улицы разбитых фонарей. Неужели человеку некому помочь? Столько говорят о помощи... Пригожин на каждом углу кричал о помощи шоу-бизнесу. Все кричали о помощи там артистам, актрисам и так далее. Вот человек, конкретный вам пример. Берите, помогайте. Разбирайтесь в этой ситуации. Так Зайцеву помочь не могут они. Зайцеву, вдумайтесь, который одевал весь шоу-бизнес. Зайцеву не могут помочь. Все устранились. А здесь... Это вообще поразительное явление абсолютно. Это настолько унизительно, понимаете, что рассказывать. Взяли с мужем в 68-м году ребенка. И она вот сейчас говорит, мама говорила, не бери, так сказать, и так далее. Кто оставит... Имеется в виду и гены, понимаете. Нет, человек взял, воспитывал и так далее. До чего, чтобы сейчас, в 21 веке, в 2021 году, значит, получать избиение. Это же просто ужас какой-то. Женщину пожилую выгонять, так сказать. В больницу загремело, она говорит. Ноги распухли, лицо разбито, сотрясение мозга. Но я живучий оказалось. Слушайте, это просто... Это ужасно. Это читать невозможно. Это все произошло, когда я решила с внука и его девушке брать половину квартплаты. Мол, раз живут рядом со мной, пусть платят. Вот Андрею не понравилось это, и он поколотил сильно. Призналась несколько лет назад пожилая актриса. Это нормальная вообще ситуация, нет? Это нормальная ситуация. То есть они живут в ее квартире. Кайфуют, что называется. Понятно, что им бабушка уже по барабану, вообще по боку просто. Им она не нужна. Им нужна квартира, чтобы все нормально было. Значит, сын, соответственно, будет наследником. И внук тоже. И она говорит, платите половину квартплаты. То есть почему она должна их? Взрослые люди, это они должны уже ее содержать. Они должны ее уже содержать. Вопиющая ситуация, абсолютно вопиющая. Просто ужасная. Друзья, я хочу сказать, что мы, как мне кажется, абсолютнейшим образом не должны пройти мимо. Потому что мы с вами рассуждаем и говорим об огромном количестве исполнителей шоу-бизнеса, актеров, актрисах и в разном ключе. Но здесь, но здесь человек, я считаю, заслуженно абсолютно считающийся звездой. Уж дам, я считаю, что мы можем называть. Сто фильмов и сериалов снятся, более чем ста. С советского времени по, значит, еще снималось в улице разбитых фонарей, в брат. То есть 2000-е годы, вот она снималась совсем недавно. Неужели никто не может помочь? Понимаете, в чем дело? В такой ситуации. Но опять-таки, понимаете, помочь-то как? Так, если она не пишет заявление, если она, так сказать, не пытается эту ситуацию уладить, а ей жалко. Ну как помочь? Прийти поговорить, разъяснительную беседу провести? Но она может пустить кого-то к себе домой, так сказать, чтобы поговорили. Но если будет жалко, 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 ничего нет. Но избить, так сказать, пожилую женщину, просто женщину, не говоря уже о том, что это твоя мать и бабушка. А я считаю, что нельзя говорить родная, неродная, мать и бабушка. Это как вообще называется? Это как называется? Мы всем обществом должны обращать на это внимание и просто пресекать такие вещи. Иначе мы в животных каких-то превратимся. Это ужас какой-то просто, ужас. Я знаю, что нередки случаи, когда дети поднимают руку на своих родителей. Но это самое, я считаю, омерзительное проявление, которое может быть, это вот это. Самое омерзительное. Это просто, я вот сказал бы, что нужно делать с такими, но я просто боюсь, что в публичном пространстве нельзя такие вещи говорить. Друзья, не оставайтесь равнодушными. Пишите, пожалуйста, комментарии, делайте, что называется, репост. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.